Ну, я всегда в головных уборах хожу, я стоял на станции метро, просто в этом же, ну в кепке другой, я стоял на, получается, у перона, едет, получается, вагон метро, и ветром сдувает мне кепку, она падает, и я, ну, от отчаяния, я не знаю, что делать, она лежит, прям, ну, только еще не доехал, я на нее смотрю, и девчонка подбегает, и такая, давай. Я такой, чего? Она, ты успеешь. Ну, я понимаю, что она с хорошими намерениями, но я понимал, что если бы я туда залез, я бы обратно не залез, ну, я бы умер, все. А с другой стороны, такая же, но светлая девчонка, такая, нет, нет, ты не успеешь. А куда ее сдуло? Ее сдуло прямо, ну, на рельсе. Блин, какой кошелок. Ну, я не смог ее так достать, я видел, как ее, ну, проехала, и та девчонка, но у меня с собой всегда шапка, я надел шапку просто. Все, я очень пугала, меня очень пугала, что всю дорогу, потом эта девчонка зашла же со мной в этот вагон и сидела напротив, и такая. Я знаю, что в метро ты заходила не в шапке, а в шапке. У него до этого была кепка, она слетела. Хоть бы она прям подталкивала тебя к тому, чтобы ты спрыгнул на рельсе, ты выходишь из поезда, поезд отъезжает, она снимает с тебя футболку и бросает его на рельсе. Нет, я вообще, я вообще боялся потом наткнуться, знаешь, в каком-нибудь паблике, что на станции метро текстильщики орудует девушка, которая всех подталкивает к самоубийству. Что она до этого к деду подходила, говорит, да тебе что осталось-то, давай. С огромным кондиционером ходишь, чтобы сдувало головные уборы у людей. Подходит к людям и такая. Она потом отчаялась и просто ребенка пнула уже у кого-то. И такая к матери, давай, давай, успеем. Она говорит, да ты что, я не успею. И просто другого из рюкзака ребенка в шапке. Шапка прям очень с хорошей резинкой. У меня бывает такое тоже, когда слетает головной убор, обычно это если я еду в машине, я люблю просто высовываться в окно, так, чтобы ветер обдувал мое лицо. Бывает такое, знаете такое, бывает, сидишь на заднем сиденье, впереди открыто, сзади открыто, везде открыто окна. Я пытался понять походу, где должны быть открыто окна, чтобы сдуло все нахуй. Впереди открыто окно, и сзади открыто окно, и ветер задувает тебе. И лобового стекла нет. И лобового стекла нет. Ну, в целом, как биолетовый. Чисто в телеге несетесь, спускаетесь с горы очень быстро. У меня один раз был такой, что я ехал в машине, усиленный ветер, у меня сдуло бейсболку, и я подумал, что все, она улетела, а, оказывается, она упала сюда рядом. Великолепно. Крутая история. Такая история, народ. А тебе же так изначально бейсболка и прилетела, ты просто ехал, и тебе она, фу, и ты такой, вау. Вау, мне не нужно, все ведется. Может, прикольно, что она разочаровалась тебе, знаешь, она думала, что ты сможешь быстро ее достать, вот, а потом вы ехали с ней в поезде, и она такая, фу, ссыкло. Да, это была бы самая странная пикап-история в мире. Как вы познакомились, ну, у меня сдул главный убор на рельсе. И она такая, давай. И я спрыгнул, достал головной убор, меня током хуйнуло, и я остался там лежать. Это просто он историю рассказывает через три секунды, как это произошло, пока его поезд не переехал. Так там, оказывается, есть, на самом деле, в метро есть люди, которые со специальной длинной палкой, вот с этой, с клешней, они достают все, ну, все, что падает. Часто, оказывается, падает, да. Мне потом объяснили, что можно было попросить, но я уже подумал, я же не буду возвращаться. Ну, а станцию снова переходить, одну ехать. Жалко, что у них нет такой же клешни для людей, которые падают на рельсе. Для людей самоубийц, которые бегут, так клешня влетает, просто я обратно. Да, стой. Куда? Куда? Ты клешней душа-то это. Ну, прикольно, промахнулись и просто сдавили голову, человек сломали. Просит. И курит это, что ли? Я ничего не делал. Мне прикольно, что она сломала шею и просто скинула человека туда. Кстати, Дэн, реально все время в головных уборах. У тебя только красные головные уборы, да? Нет, еще черные есть. А у тебя всегда вместо кепки запасная шапка? То есть, если сейчас у тебя тоже... У меня бандана еще есть. Бандана это явно не... Бандана это вот... Бандана это... Все, зацепился. Бандана, давай. Я подумал сейчас, что бандана это хороший головной убор запасной. И только запасной. Только запасной. Я уверен, что люди, которые в банданах, это люди, которые дохуя потеряли головных уборов до этого. И у них осталась просто тряпочка, и они надели ее на голову. Бандана настолько не главный убор, что иногда даже кепку сверху надевают на бандана, чтобы... Никто не верит в банданы. Никто не верит в банданы. Это никогда не основное что-то. Если человек ходит в бандане, скорее всего, он не рефлексирует. Если человек в бандане, скорее всего, он лишен способности анализировать, мне кажется. Я ни разу не видел, чтобы человек в бандане сидел на скамейке и такой... Кто я? А чем бандан от платка отличается? Просто более рок-н-ролльный платок. Ну, то есть, я к тому, можно ли в церковь женщине банданы повязывать голову? Формально это можно. С королевым шутом. Вот это идеальный головной убор для тех, кто хочет в церковь, но и быть клевым все равно. Прям смотрят, и на вечеринку могу, и покаяться. Здорово. Банданы придумали для того, чтобы можно было как-то обозначать в Яралаше крутого парня. Чтобы было понятно, кто крутой. Мне кажется, банданы реально крутые. Да? Да, я считаю, что людям надо носить банданы. Ты бы носил вас? Я бы носил. Я носил, когда мне восемь было. На своем байке садился. Но самое отвратительное летом, на самом деле, ну, ужасно. Я входил в шапки летом все время. И в какой-то момент прям очень жарко было. И в итоге у меня, я сейчас почему в кепке, но вообще не хожу лысый, потому что у меня загар отвратительный. Я как покебол выгляжу, знаешь, если снять вот так вот. Да, у тебя еще вот это вот пятно, родимое на лбу. Как кнопка от покебола. Банданы это круто, потому что это для банд сделано изначально, поэтому это называется банданы. Это потому что можно быстро перевязать, как маску себе, и ограбить пояс. Да, с бейсболкой сложно. Непонятно как, если ты грабишь пояс быстро, типа вот так. А тут для рта дырка вот эта, как можно было дышать. Или вот так для лица, чувствую, а тут дырка. Я теперь с реквизитом комик, если вы не знаете. Поступаю с реквизитом. Еще я заметил, что Дэн один из немногих людей, у которых хватает яиц носить назад в бейсболке. Я не могу себе такое позволить. Я слишком, я не могу быть в этот уровень крутости. Йоу, чувак! Йоу, парни! Че сегодня в Crazy Daisy? Когда лысый, намного легче вот так носить, потому что ты не беспокоишься о волосах, которые у тебя вот в этой части. Потому что бывает, они странно торчат вот так вот. Странно? Это охуенно, посмотри! Потрясающе! Йоу! Эй! Прикиньте, где-то возле бара вы ночью стоите, и там какая-то потасовка, и ты такой «Эй, че за хуйня?» Максимальный уровень уверенности. Да, с банданой так и не получится. Эй, отойдите от моего сокса! Я, кстати, как-то спрыгнул на спор на рельсы метро и обратно. Что? И умер? Что? Ты залез обратно? Ну да. Тебя не ударило током? Не, мне повезло. Я не знал, где там эти провода. Был в резиновых сапогах. Как знал! Мне интересно просто, ну как, на что? На что ты спорил, чтобы можно было? Ну просто на слабо. Просто на слабо? Я скажу, Вася, слабо тебе прыгнуть, все туда и обратно. Вася на жизнь просто повыебываться. Ты просто не знаешь Васину мать, она любит подкалывать Васину. Подожди, то есть если я такой делаю, а слабо тебе сейчас, в этом возрасте, снова спрыгнуть, сегодня, после шоу? 25-летний Вася. Ну сейчас мне проще, потому что я знаю, где там эти провода. То есть не слабо? Я думаю, тебе слабо, Вася. Нет, ты тебе слабо. Нет. Вася точно слабо. Я уверен, Вася не слабо. Не знаю, что в конце выпуска посвящено Василию Медведеву. Да, просто провода поменяли местами, там метро изменилось. И фотка Васи в бандане, знаешь? Он хотел остаться крутым на последних... Вот еще что крутое в бандане, когда дерешься с кем-то и кулаки у тебя сдираются, ты вот так банданы наматаешь, что ли. Да. Это круто, но еще круто в бандане, когда у тебя насморк, и ты его смаркиваешься, и обратно в бандану идешь, и у тебя и стильная прическа уложена. Да. Круто, банданы еще, когда человек наспорк прыгнул на рельсы, ты снимаешь бандану, кидаешь ему, чтобы он ухватился, если не достаешь, и вытаскиваешь его банданой. Бандана спасла жизнь. Подумал еще о бандане, вот как Эл сказал, что прикольно, когда у тебя насморк, так, ты ее снимаешь, высмаркиваешься, и потом это кушаешь. Это тоже прикольно. Спасибо. Можно тогда вот так делать, из-за того, что это бандана, ты ее снял с головы, высморкался, дальше как бандит повязал, идешь, жрешь, никто не замечает. Все такие, блин, какой это крутой, дерзкий чувак. Мне было так, если ты в банде, так, но ты болеешь, ты снял, но вы идете на ограбление, и очень много условий, и ты в клевых шортиках коротких еще, и у тебя насморк, ты снимаешь бандану, высмаркиваешься в нее, так, и вы как раз, когда доходите до ограбления, там уже все засохло, и ты чисто как нож используешь эту бандану и всех убиваешь. А если хлорофон, это называется, для усыпления? Усыпляют, когда... Для усыпления. Я зря вот так показывал. Для усыпления. Для усыплений, я зря. Для усыплений, я зря. Для усыплений, я зря. Нет, имеется в виду... Давайте теперь немножечко говорим про... Усыпления. Нет, я к тому, что типа, есть вот это на платок, то, что это, и сразу уснили. Ну, можно бандану изначально смочить, чтобы, если что, так снимаешь сразу. Да. А, я думал, что вы тебя через макушку впитывали, если ты такой... Чуваки, я так смочил бандану, я, походу, перемочил бандану. Кто-нибудь изнасилуйте меня, пожалуйста. Блин, так прикольно, знаете, что? Прикольно, я думаю, это было бы весьма иронично, если бы ты таким образом использовал, чтобы усыплеть людей, бандану, на которой Билл Косби изображен. Вот это было бы очень смешно. Блин, можно так убивать людей, можно подарить другу бандану, в которой, ну, нитка ртутная есть, которую ты будешь носить, и лет через десять, ну, эта бандана убьет тебя. Ты кому-то идею подал. Можно. Надо проверить свою бандану, я... Есть же банданы со всякими надписями, и можно, короче, сделать бандану, она вот идет с надписью. Это по поводу той, которая промочена хлороформом, и ты делаешь надпись все меньше и меньше, и ты чужелок только не читает, что вообще такой... Просто засыпает. Ну, хотел дочитать. Круто, что мы написали Дэну сольник про бандану. О, про бандану! Полтора часа материала про банданы. А он не просил! Так, ребята, мы еще блог про собаку. Было бы прикольный моноспектакль, где, типа, Дэн выходит, и это все сцена, типа, как... ой, простилась. Это, типа, как сцена оформлена, как платформа метро, и Денис выходит шапкой. Как огромная бандана. Да, и у него слетает шапка, и он такой, хм, жаль, хорошо, что на этот случай у меня есть бандана. Потом расскажешь про бандану. А потом вторая часть концерта, он как чудо-штуку ее использует. Это плащ! И все смеются в зале, кроме Дэна Косякова. Он сидит такой... Спасибо, парни. Прикольно, что это просто история была, даже не разгон, но, ну, сто процентов сольник. То есть мы нормально будем, ну... Называется Vampire Coff. Я исчезаю в конце, после этой хуйни. Я сейчас пытаюсь до халвы доебаться, потому что у нас там кофе с халвой продается, ну, в нашей кофейне. И за мной стояла пара мужик, русский, женщина-американка. И он ей перевел халва как thing that you hate. Вещь, которую ты ненавидишь? Да, вещь, которую ты ненавидишь. И я не знаю, как иначе относиться к халве, потому что я за жизнь не встречал человека, который либо нейтрально, либо с симпатией относился к халве. Подожди, а американка после этого сказала, о, я хочу это. Халва прикольно. Халва – это еда для тех людей, которые любят семечки, но и мне нравится процесс поедания семечек, им хочется, чтобы все семечки можно было сразу в рот засунуть себе. Ты про катинахи говоришь, наверное. Не, халва тоже делает. Блин, мне кажется халва мне нравится, что она звучит как звук, когда ты ешь халву. «Халв, халв, халв. Халв». Вот так это халва! Так много такой еды, которая звучит? Бутерброд. Кроссом, кроссом, кроссом. Дэн, так ты просто жрешь неправильно. Не нужно проговаривать то, что ты ешь. Отстой, пицца! Отстой! Вадом, водом, водом, водом. брокколи тоже. Макароны, макароны. С брокколи тоже такая фигня. Когда ты ешь брокколи, такой брокколи. Мне не нравится брокколи, потому что брокколи выглядит как множество, как брокколи у меня ассоциируется с симптомами некоторых кожных заболеваний. Я не могу есть брокколи. Я смотрю на брокколи и такой, блин, у меня такая штука на пенисе была раньше. Когда ты положил на пенис брокколи? Когда я положил на пенис брокколи. Блин, Эл, спасибо, что вытащил меня, потому что это была странная ситуация. Это похоже, как у меня был на пенис... А, потому что он положил это себе на пенис. Эл, пустяне меня так спасает. Хорошо, положил, положил на пенисе. Ясно? О, спасибо, Эл. Коля, у тебя не было халвы на пенисе? Это часть моей личной жизни, о которой я не хотел бы говорить. Халва? Да. Поним, прикольно, что это реально для тех людей, которые не любят чистить семечки, для них сначала сделали очищенные семечки. Они такие, я и жевать это дерьмо не хочу. Носи это. Да. Плотнее сейчас сдавить. Кстати, проблема с отечественными семечками, что они как раз очищены, и что их можно прям много съесть сразу. Я как-то съел целый стакан, они стаканами прям продаются. Я просто его съел очень быстро, потому что можно засыпать их прям в рот, и мне прям плохо стало от них. И я понял, почему природа сделала их в кожуре. Что вот это время, которое ты тратишь, оно нужно, чтобы ты не обожрался этими. Успел осознать, да. Да-да-да, не обожрался этими. Это очень умная, на самом деле, штука. Поэтому я теперь только ем в кожуре. С каштанами та же хуйня. С кактусами та же хуйня? Да. А ты про халву, да, начал что-то говорить? Нет, я просто к тому, что мы ищем вот эти все вещи странные, как комики, и их разъебываем. Ну, которые в нашей жизни мы просто внимания не обращаем. Типа сервант еще есть. У меня в планах на 20-й год сервант разъебать. Чисто за название, да? Как будто под словом сервант может таиться что угодно. Это сервант, это... Вот мне это не нравится, вот это как тема, потому что не очень всем понятно, что это конкретно. Да, давайте сначала введем людей. Что такое сервант? Это огромный шкаф со стеклянными дверцами. И со стеклянной посудой внутри, которая для гостей, которые хуй знает, когда приедут. Никогда не придут, да. Она для дня рождения. Но мама, когда убирается, вот это всегда протирает. Для гостей на случай, если прибудут гости из 19-го века. Сразу с королевой. Сразу с королевой. Вот, пожалуйста, вам хруст... И ты открываешь сервант, отодвигаешь вот эту вот фарфоровую собачку, берешь... И эту фотку бабушке. Фотку бабушке. Молодой еще бабушке. Молодой еще. Отодвигаешь вот эти все... Отодвигаешь вот этот вот рог для кайника. Кайника. Я так называю... Кайняк. 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 Слушай, а королева заходит такая зачетный сервант. Первое, что говорится. Я могу сказать, что сервант — это шкаф с этими столовыми преднадлежностями, которые бабушка моет всю жизнь и потом умирает. Это прям определение серванта. Да-да-да. В словаре Ложегова дано такое определение. Вы знаете, почему так много привидений вообще? Они недомыли серванты. Я вообще, ну, я очень ненавижу серванты, потому что, ну, в моем доме сервант был для того, чтобы мать меня наказывала. Ну, там... Иди и сиди два часа к серванту. И не дай бог, ты хоть одну тарелку разобьешь. Вот такое наказание. Иди к серванту и попробуй пойми, нахуй он нам нужен. И ты такой, мам, нет, опять! Я просто протирал его постоянно. Когда наказан был, он говорит, ты протирай. И, ну, когда ты просто в водичке протираешь это стекло, там же всегда разводы. Я мать всегда приходила специально, прям, такой, опа! Я прям тер. Мне кажется, кто-то в одно время провел просто очень мощную рекламную кампанию сервантов. Что все себе понакупали серванты. И в Советском Союзе тоже просто протолкнули. Да-да-да. Какой-то завод сервантов. Кто-то в Югославии, у них не очень хорошо шли дела, и они такие, блин, в Советском Союзе люди купятся на эту хуйню очевидно. В целом я понимаю идею сервантов, потому что в Советском Союзе роскошь мало, как можно было показать. Вот как раз ковры на стенах, которые мы сейчас все недоумеваем, для чего они. А тогда это было вот дорого-богато у нас, у нас все хорошо. И также серванты. У них ведь как раз были непрозрачные отделения, где хранилась посуда похуже и вещи похуже. И вот эта витрина серванта, где самые топовые стояли. И вот самые топовые фотографии. Потому что просто фотка висели на стенах, а там как раз той самой молодой бабушки еще с кудрями. Я думаю, вау, у нее были кудри, а сейчас она мертвая. Как поменялось все. Мне кажется, в пещере у Бэтмена так же. У нее тоже стоят костюмы такие, в таких колбах. Не трогай, не трогай. Это когда я буду биться с супер пингвином. Меня бесили серванты из-за того, что у нас... Короче, я приходил постоянно в гости к бабушке. У бабушки стоял чайничек для просто заварки. И он был разбитый прям. То есть разбитый. Мы прям мучились, когда наливали. Но в серванте стоял очень красивый чайник. Удобный, пиздец. Прям очень удобный. Я всегда на него смотрел. Так почему мы не тот не берем? У бабушки. А я что оставлю вам потом? На что любоваться? Это так символично. Весь Советский Союз — это хрущевка. Где ВДНХ — это сервант в этой хрущевке. Или Москва. Или Москва, да. Как будто бы вся жизнь Советского Союза была на этом построена. Что все хуёво живут. Но зато у нас вот человека в космос отправили. Посмотрите, пожалуйста. Не трогайте его. У нас человек в космосе. Космос — это сервант Советского Союза. Вот что это такое. О, может быть используем эти технологии, которые пользуются в космосе? Не-не-не-не. Пожалуйста, когда в поезде едете, педальку нажимаете, и там вот эта хуйня будет просто опускаться и все говно по дороге размазывается. Это ложь. Это же неправда, нет? В смысле? Это правда? Это все-таки правда? До сих пор есть такие поезда. Ты что не знал? Я не знаю, я в детстве думал, что и в самолете так. Я такой типа, что мы летим достаточно далеко, что все успевает расщепиться. А это не так? Ха-ха! Нет. Недавно одна стердес и говорил, что так. Ну это она так делает, по приколу ее там есть. Специальная дырочка, куда чисто она… Я всегда как мразь поступал в этих… Ну я потом только начал видосики, когда в интернете начали появляться, когда маленький летал, я постоянно делал вот этот комок из туалетной бумаги, закидывал в унитаз, чтоб разматывало очень быстро. Что? Никто не делал так? Нет. Короче… Что за мысли скрываются под этими красными головными уборами? Короче, берете типа туалетную бумагу в комок, кидаете в унитаз, ну то есть она пока… ну рулон стоишь. Нажимаешь смыв, и она получается всю туалетную бумагу туда… Ааа, ты не отрываешь от рулона? Не отрывай от рулона. Типу туда оно, и ты такой «вош…» Да, я маленький стоял, ууа! Инженер! Во всемPO все… Я еще как мразь стоял там, очередь была, я с одного туалета выходил и стоял в очередь в другой туалет. Что… Такой ужасный человек. Да, я потом заходил в другой туалет, там не было, и я такой «блин, где-то тут еще один гений, где-то тут еще один гений…» Тебе надо было как-то довести эту штуку, потому что прикинь, а, ты мог снять… Сначала ходить в туалет по-большому, потом делать эту систему, вот так вот выставлять задницу, смывать, она все делает и все смывает, и она такой, мои руки чистые. Задымилась, прикинь, аж задымилась, слишком много, аж блестит, стеклая ждачка. Я в ту тему еще подумал, что интересно подумать, что у наших внуков будет именно, какие вещи они будут находить странными у нас, например, как мы, допустим, считаем странными серванты. Они такие, банданы, что за отстой? Но мы сами уже к этому пошли. Да, да, блин, ладно, извините. DVD-шник они будут разъебывать, типа, у вас тоже есть DVD-шник дома, нахуй это надо? Да, да, в домах будет круто. У меня фильмы все здесь, алло. Фильмы загружены здесь. Будут разъебывать вот это, но это и зависит от того, как будет развиваться история человечества, потому что, если будет все хорошо развиваться, будут разъебывать DVD-шники, а если будет все плохо развиваться, то будут разъебывать, типа, там, цивилизацию, города вообще, общество как таковое, отсутствие. И, возможно, общество вернется к тому, что снова серванты станут крутыми, если все снова схлопнется. Да, мода циклична. В какой-то момент ты просто идешь и такой, блин, с каким крутым сервантом идет этот чувак. Нам можно показывать, женщины в сервантах ходят. Помните, как мы одно время все разъебывали вот эти вот заводы, которые позакрывались после развала Советского Союза? А теперь все ходят туда слушать техно. Как там такое? Я постоянно созваниваюсь с матерью и, ну, и когда она меня спрашивает, как дела, я решил для себя, потому что она знает, что я постоянно шучу, прикалываюсь, когда приезжаю в гости. Короче, из-за этого, ну, и мне тяжело обманывать маму. Она говорит, Денис, что сегодня будешь делать? Я говорю, да вот, иду с друзьями пить и курить траву. И она такая, типа, прикол, я говорю, да. И она такая, хватит меня обманывать, я знаю, что не прикол. Она ни разу, она всегда такая, Денис, я говорю, да-да-да, взяли 5 грамм травы, мать. Она такая, ты приколист, да, еще обнюхаемся сегодня с пацанами. Я звоню тебе из отделения. Пожалуйста, достань меня. Я звоню тебе из отделения, из отделения моего тела от реальности. Прикольно, если б ты звонил матери и такой, да, мам, мы сейчас, да, идем тусоваться, идем курить траву. И она такая, ха-ха-ха, Ден, ну, насмешил меня. Рама-джа-джа-джа. Короче, ты врешь своей матери. Она такая, типа, на приколе. Так ты в итоге врешь не про то, что ты не употребляешь наркотики, а про то, что ты прикалываешься. Если что, мать, это прикол. Но если вдруг мать посмотрит, это прикол. Нет, это тоже ложь, это ты не договариваешь. Точно ложь, да. Когда она, типа, смеется, надо сказать, нет, мам, серьезно. Нет, мам, серьезно, я трачу на это много денег. Нельзя врать маме. Позвони прямо сейчас маме. А что, Дэн, позвони маме прямо сейчас. Нет, позвони прямо сейчас, давай мы сейчас посмотрим, как ты объяснишь. Да не, не надо. Не надо? Ну, родителям лучше не говорить реально все. Нет, почему? Это своим родителям Дэна можно сказать. Родители Дэна про меня всю хуйню знают, если честно. Я помню, у нас кореш был в компании, на которой, если что-то с родителями, всегда все на него сваливали все. Ну, то есть там у чувака родители нашли траву дома, и он такой, это Стас. Стас хранит траву у меня дома. Попросил меня, чтоб у него, да. И все поняли, что лучше на него, потому что если мы будем постоянно менять этих людей, ну, имидж у всех испортится со временем. А так только у Стаса. А это вы все вместе поняли? Вместе со Стасом вы совместно пришли к этому решению? Они решили сваливать на Стаса, потому что Стас уже пять лет как мертв, и в целом было похуй на его репутацию. В принципе, можно было выдумать человека, но... Это трава Стаса, и это единственное, что напоминает мне о Стасе. Он номер пять лет назад, поэтому я не выкидываю эту траву. Он завещал мне наркотики. Извини. Мам. Родители, я, короче, не могу. То есть у меня были хорошие отношения с матерью всю жизнь, я ей все рассказывал. А теперь постепенно... Но она очень консервативный человек, и как будто бы я не могу рассказывать ей важные вещи из моей жизни, потому что она расстраивается. Либо она реагирует так, как мне не хочется, чтоб она реагировала. Поэтому у меня есть минимум вещей, о которых мы можем говорить. Как дела, куда я еду, где я спрятал оружие. Ну, как минимум, минимум вещей. Как я себя чувствую. Да я даже не могу сказать, я могу сказать только нормально или не очень. И она такая, не очень. И я такой, да, я болею. Она такая, выздоравливает. Вот и весь наш... Я не могу с ней... Мне бы хотелось с матерью как с другом общаться. Но я не могу, потому что она... Это же мама. Они же всегда смотрят, что они... Их волнует только, как ты себя чувствуешь и ел ли ты сегодня. Ну... Ты ел... А почему только эта информация ее волнует? Почему ее волнует только, что ты ее поел и не болеешь ли ты, но ее не волнует, допустим, как твоя личная жизнь? Слушай, возможно это потому, что она понимает, что это безопасная тропа. Она такая, вроде ты не ешь марихуану и хуи. Да. Типа, если я буду говорить про еду, тут вроде все безопасно. Да, как будто... Типа, я не могу спросить, как прошли выходные. Я был на рэве, мам! Так, я не буду эту херню спрашивать. Он еще делает вид, что шутит. Это так заебывает. Я же вижу, что он наркоман. У него волосы выпали в 9. Как будто бы это ровно та... Как будто это ровно та информация, которая говорит о том, что у тебя все хорошо. То есть у тебя может быть что угодно, но если ты ешь, все в порядке. Да, видимо ты не совсем наркоман. То есть ты можешь быть наркоманом, но ты еще ешь. И если у тебя что-то прям совсем плохо, как она это понимает? Она спрашивает, ты поел? И такой, да, мам, очень вкусные младенцы. И она такая, отлично так. Она может уточняющий еще вопрос. А что ты делал за эту еду? Да. Типа, не сосал ли ты за эту еду? Блин, моя мать писанета спрашивает. Тогда она прям беспокоится о тебе, да? Саша, ты не сосал? Я такой, нет. Есть проблема, когда мы... Мне кажется, когда мы не договариваем чего-то с родителями. То есть мне, правда, неловко говорить про некоторые аспекты жизни. Ну типа про случайно наркотики в жизни какие-то там. Но если не мы с ними говорим, а мы их родные, то у них есть только либо их поколение, тоже околоосведомленное. Либо этот Стас ебучий. Либо телевизор. Не говори так про Стаса, чувак. Стаса, охрененный парень. Я помню просто... Меня проверяли когда-то мама тестом на наркотики, которые она в газете нашла. И это пиздец. Потому что исходя из этого теста, все наркоманы... Подожди, это когда типа в газете... Пописывайте на эту статью, если она пожелтела. Типа, если вот результат вопроса ваш ребенок наберет больше 50 пунктов, то, скорее всего, он наркоман. И там вопрос на 20 пунктов, бывает ли он грустным? Бывает ли он накуренный? Нет, там был вопрос, вот, есть ли у него в комнате таблетки назначения, которых вам не... Таблетки или штучки, пилюли назначения, которых вам неизвестно. И этот ответ на 80 баллов. То есть он на 30 баллов больше, чем ваш ребенок наркоман. Один ответ – да. Говорите, что он сверх наркоман. А если ты вообще не забираешься в лекарствах? Такой... Репсил. Газета, которая называется... Сомнительные тесты. Опросы, результаты которых могут внести напряжение в семейные отношения. Выписываю ее каждый месяц. Про поддержку хотите? Тема поддержку. Поддерживать людей. Такая ситуация, что я стараюсь поддерживать людей, но мне кажется, что очень легко испортить ситуацию, если ты пытаешься поддержать. Вот гулял как-то раз с девушкой. И у нее несколько лет назад трагедия случилась сильная в семье. У нее умер отец. И она до сих пор это переживает очень сильно. И мы гуляем. В какой-то момент я вижу, что она немного запереживала. Я спрашиваю, что случилось. Она такая, о, там шел мужчина. Мне на секунду показалось, что это мой отец. И я решил поддержать ее. И она такая, это мой отец. Я такой, о, это мой отец. Я взялся за плечо и такой, о, не переживай. Твой отец давно мертв. Я думал, ты хотел поддерживать. Я такой, если хочешь, я буду твоим отцом. Ну, я попытался поддержать ее, но это ей не помогло. Я думала, потому что... Если бы сказать тебе, хочешь, я буду твоим отцом. И тоже умер. Бывает такое, что люди пытаются на своем примере показать, что тебе не стоит расстраиваться. Может быть, мне стоило сделать так, что она такая, блин, мне кажется, что это мой отец, который умер. И мне нужно было сказать, ой, знаешь что, не расстраивайся. Вот у меня отец жив. Но я бы не сказал, что это лучше. То есть он прям... Прям как отец, прям... То есть... Возможно, есть мой отец умер. Сейчас я бы с тобой здесь не гулял. Я бы реально с кем-то интересным время провожил. Еще хуже было бы сказать, типа, то, что, блин, у меня умер отец. Бля, я тебя понимаю. Вот это самое тупое, я тебя понимаю. У меня вчера умер... Хомяк. Или вот так. Но он был как отец. Возможно, мне стоило бы ей показать, что это глупая мысль, чтобы она просто поняла, что это глупо. Типа она такая, ой, это что, мой отец? И я такой, о, да, точно! О, нет! Это твой отец! Господи, смотри! Прикольно, если она все, если она все на своего отца перетягивает, она такая, блин, ну мне больше не о чем поговорить, я буду только через жалость по поводу этой вещи, которая три года назад произошла. И вы просто идете в кино, и он такой, этот персонаж похож на моего отца. Они там что-то едят, там, ой, мой отец готовил потрясающий попкорн. Типа, ты ее приобнимаешь и такой, меня папа похлеще приобнимал. Что за отношения там были с отцом? Ты убила своего отца? Нет, есть же ситуации, когда тебе что-то рассказывают, тебе максимально надоел человек, и ты просто уже такой, да, 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 круто, круто. Да, да. И просто стоял там в компании, получается, и девушка рассказывала что-то, 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 и я такой, да, 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 в какой-то момент отвлекся, вообще просто в свои мысли ушел, и я говорю, вау, круто. Она говорит, что круто? Я говорю, так, подожди, что ты говорил? Она говорит, у меня дед умер. Ну я понял, что после фразы, когда она сказала, дед умер, я сказал, круто. Я такой, блин, я стала так неловкой, но я потом только подумал, что надо было ответить, что можно было сказать, типа, круто, он же пожил, ну дед же. Тебе нужно было показать, что идти дальше по этой дорожке, типа, она такая, у меня умер дед, и ты такой, круто, что он сдох, да? Наконец-то, заебал тебя, дед, заебал, своими киндер-сюрпризами ебучими. Ответить круто, причем так же неуместно, как ответить не круто. Да, да, да. Вопрос, это не круто. Слово круто, дед умер, не круто. Абсолютно неуместное слово в этой ситуации. Отстой, отстой у тебя, дед умер. Смерть деда — это отстой. Лейм. Умер дед, а, блэм. Можно сказать, круто, только если он упал с большой скалы, и ты такой, о, круто. Если он на кабриолете, на кабриолете во время исполнения какого-то трюка, знаете, там, на гоночной машине, делал там кольцо какое-нибудь. Умер от передозировки кокаином. Да. В это время. Воу, вот это реально круто. Да, он участвовал. Такой, о, мертвая петля самое время. Было бы круто, можно было бы сказать, если бы у него была реально крутая смерть, если бы он участвовал в оргии, где все люди вот так вот стоят, он утрамбовал в толпе, как в халу. И с разбега их всех трахнул, 50 человек разом. Как Алекс Лесли. Как Алекс Лесли, да? Ты смотрел это видео? Да, да. Вы не смотрели? Есть этот чувак, который пикапер, Алекс Лесли. Да, да. У него есть, блин, уморительный, ужасный, это ужасный, но у него есть, ну, это уморительное видео, где там, значит, девушки лежат на диване вот так вот, в ряд несколько, друг на друге. И он разбегается, вот так трахает, и все, да, куча, куча людей, прям, трахает толпу. Я думаю, что, я бы не удивился, если бы потом еще появилось видео, где люди выстроились в большую вагину вот такую, и Алекс Лесли чисто ныряет туда. Да, этого нет на видео, но сначала я всех водил в ресторан, с ними ужин, со всеми, знакомился с всех родителями. Ставит ее уже раком, такой, сейчас, секундочку, убегает, и со следующей. Ресторан, такой, он строительный, такой, раз, такой, вторую. Ты еще нормально здесь? Не, он такой крутой пикапер, что склеил просто весь вагон метро. Вот я такой, просто такой, поехали все ко мне. Вот так он подошел к ним, там вагон людей стоит, и он такой, одни стоите, одни тут отдыхаете. Он просто во множестве в числе подкатывает к людям. Вашим матерям взять не нужен, матерям вашим взять не нужен. Что за люди без охраны? Ой, это что, шел великан и просыпал мешок с ангелами? Весь мешок прям здесь. Он трахает толпу, заходит другая толпа, и такие, ты урод. Мы думали, мы твоя единственная толпа. Не звони нам больше. И для удобства они все разные толпы, чисто связаны так веревками. Они просто ходят, как человеческое многоножное. Кстати, как тебе история про Алекс Лесли? Я просто подумал, что если бы Алекс Лесли клеился бы сразу ко всему остальному человечеству, которое было бы в баре, он бы спросил у них, одни здесь отдыхаете, и они бы ответили да. Потому что больше никого нет. Да, блин, я подумал, вообще сама формулировка одни что-то, это прям максимально абсурдная формулировка. Вы одни, а я сам ответил на слово. Подожди, подожди, а у нас разгон был про девушку, у которой три года назад умер отец. Теперь мы говорим про чувака, который выебал толпу. Теперь надо понять, как Санек должен ее соблазнить. Собрать такую толпу выебать. История чем закончилась? Нет, просто это про, я вот говорю о том, что это про поддержку, что я пытаюсь поддерживать людей, но это часто только ухудшает ситуацию, что я в этой ситуации попытался ее поддержать, но это не помогло. Ты, на самом деле, ухудшил как будто бы... Ухудшил, да. И я думал о том, просто я думаю здесь о том, что бы я мог сделать, чтобы было просто лучше, чтобы не портить ситуацию так сильно. Ну и сказать, может быть, тебя будет расстраивать вообще все, что произошло три года назад? Я с девушкой когда-то, ну типа, пытался сближаться, и в один момент просто позвонил и предложил ей сходить, и она сказала, у меня умер кот сегодня. И я понял, что я просто, ну, точно не справлюсь с этой ситуацией, и сказал, пока. И повесил трубку. Ну потому что это не то, что типа, так, я сейчас должен с тобой держаться, что это как бы не родственник, это был кот, и она рассказала про него. Кот был сук, и постоянно там царапался, срал мимо того, куда надо. Но я понял, что я не могу найти правду нужных слов, чтобы сказать про кота. Странно говорить слова соболезния про кота. Но избежать разговора про кота я не могу, потому что она меня встретила фраза, у меня умер кот. Я должен ей дать какой-то ответ. Был по этому поводу. Странно, если ты такой, мяу. Он такой, блядь, ты дурак. Мяу-мяу. Вот так, у меня умер кот, и ты такой, о, это ужасно. Единственное, что не храни его за лесом, потому что это начало пиздеца. Сначала кот, потом твоя дочь, вся семья кончится тем, что маленький ребенок будет сидеть в машине, и вы, как зомби-семья, подойдете к этой тачке. Я не знаю, что дальше произошло. Ты нормально отригрировал? Это типа, пока, ладно, нормально. То есть, если бы ты сказал, да пошла ты тогда нахуй. Вот это было бы жестко. И она бы такая, ну, Коля, странно. От тебя мне нужен был кот, я ценил тебя за кота. Она такая, у меня умер кот, а ты такой, бфф, бфф. Не понимаю, зачем мы тогда продолжаем общаться. Позвони, когда у тебя воскреснет кот. Идеально, идеальное, идеальное решение для Коли было, вот идеально реально. Она звонит, она говорит, у меня умер кот, и Коля должен был сказать, опять? И сбросить трубку, чтобы она уже начала переживать, что случилось с Колей и этими, блять, котами. Постоянно все девушки, с которыми ты начнешь встречаться, у них умирают коты. Да, еще одна. Да, еще одна. Чисто, чтобы трубка сползла. Либо тебе нужно было, наоборот, к этому отнестись слишком серьезно и основательно, чтобы она вообще, наоборот, она начала чувствовать себя неловко. Чтобы она такая, у меня умер кот, и ты такой, блядь. Когда поминки? Так, я сейчас в Питере в командировку, но я приеду. Да, да. Блин, у кота были родственники кто-нибудь? Родственники у кота были срочно? Вы успели его забальзамировать, я надеюсь, чтобы в гробу он выглядел как новенький. Я как раз купил костюмчик для кота. Интересно, котов когда-нибудь хранили в открытом гробу? Мне интересно, как их кладут, вот так вот, как людей? Или вот так вот вперед? Прикинь, ты его так кладешь, и он срок переворачивается на лапу. А прикольно, если кота кладут вот так, как они иногда странно сидят, как люди, вот так вот. Кот в гробу, и у него хуй торчит вот так вот. В очках с той прикольной фоткой. О, некоторые животные, некоторые люди, точнее, из своих животных делают эти куклы потом. Чучело. Супер странная штука. Вот это супер странная. Супер странная. Если бы у меня умер кот, я бы сделал из него чучело, так, и поставил бы, ну не чтоб он на четырех ногах, а чтоб он вот так стоял, типа, и встречал гостей. Вот так, правильно? Да, вот так просто. Да, в странных позах мои мертвые животные, типа, мертвый кот у меня. Блин, странно, если бы ты пришел к той девушке, у которой умер отец, и там отец так стоит, да? Вот тогда понятно, что он три года не может забыть. Очень люблю, но с отцом как раз наоборот, он не стоит, он вот так, он как кот. Раз, у него какой-то хвост. Вот так, вот так вот с пивом. Да, вот так с пивом в очках, как с той кошкой. Или в стене просто такой, как олень. Радно, что если у тебя умерло животное, можно сделать чучело, но если умер любимый человек, то не можешь сделать чучело любимого человека. Я думал о том, что это от пушистости исходит. А что? Исходя из пушистости. Оленин. Нет, исключение. Любое правило исключения. То есть, если бы родственники были пушистые, ну как-то нормально бы смотрелось, если бы из них чучело делали. То есть, например, у меня чучело лысого кота, да. А, лысого кота. Вот, только у пушистых животных чучело есть. Да. И людей пушистых бы. Да. Все. Если отец достаточно волосатый, можно сделать чучело из него. То есть получается, что странно, почему тогда нет чучела Игоря Талькова? Ну, мне кажется, если прямо в завещании человек написал... Откуда ты знаешь, что нет? Если прямо в завещании ты написал, я думаю, сделаю. Почему нет? Я завещаю свое тело таксодермией. Да, да, да. Ну, прямо договориться с таксидермистами, с отдельными, чтобы они это сделали. Прям заплатить им денег и все это оформить. Очень тупо. Очень тупо. Если ты не успел договорить, ну и умер твой. Я завещаю свое тело такси. Просто возят. И ты в категории комфорт плюс мертвый чувак. Понятно, почему там плюс. Нет, с детским креслом, с мертвым чуваком. Не-не, он как детское кресло. Ему ребенка сажают, он такой... На руках держит. А, так вот почему эконом. Я на трупе сижу. Хороший токсидермист важнее хорошего татуировщика в данном случае. Все же видели плохие татуировки. И все видели чучело лисы, вот той знаменитой. Я бы не хотел, чтобы из меня было, да, это странный чучело. Блин, так нет, самое смешное, себя завещать такому таксидермисту. Вот этому он посмотрит. Сделайте мне корявого Колю. Это единственный таксидермист, который справится с чучелом Сильвестра Сталлоне. Он будет нормальный. Сильвестра будет нормальный. Он испортил чучело. У него нормальное лицо. Нормальное лицо просто. Мы испортили чучело Сильвестра Сталлоне, блядь. И в чучело въебать надо, да? Вот теперь это Сильвестра. Да, у меня была тоже ситуация со смертью. Когда умирает родственник, люди ожидают от тебя определенной реакции. Когда ты не оправдаешь это ожидание, люди расстраиваются. Он сидел с другом дома, играл в компьютер. Тут заходит мать и такая, Саш, можешь тебя на секундочку? И я такой, да. Она меня выводит из комнаты и такая, слушай, мне вот сказать, что прабабушка умерла только что. И я такой, блин, какой отстой. А мы там просто босса убивали. И я вернулся просто и продолжил играть. Мне кажется, еще самое ужасное, когда у тебя умирает бабушка, тебе сообщают об этом, когда ты на фильме «Бабушка легкого поведения». Вообще не смешно. Не знаю, но если ты сидишь на этом фильме и не ушел, пока ты смотрел этот фильм, то ты после этого звонка тоже не уходишь, да? Бабушка умирала, похуй, что вообще этого человека уведет из зала? Не, жалко деньги на билет. Я бы досмотрел фильм. Уходить с фильма, я заплатил за это деньги. Я досмотрю фильм. Я понимаю о чем-то. Для меня вообще странно прямо уходить с фильма. Но я из дерьмового фильма тоже можно сделать прикол. Ты идешь в кинотеатр, это и есть твой досуг, поход в кинотеатр. Никто не, ну то есть это не обязательно поход в кинотеатр на потрясающий фильм. Да, поход в кинотеатр, как типа ты идешь играть в боулинг, и ты начинаешь играть в боулинг, и такой первые три не страйка, и такая в пизду. Все, все, нахер сегодня боулинг. Ты же не за результатом ходишь, чтобы хорошо провести время. То есть можно и дерьмовый фильм же прикольно досмотреть. Я этой же логики придерживаюсь, когда предлагаю людям заняться сексом со мной. Они такие, блин, мне наверное не понравится. Я такой, блин, так это не главное, ну. Если тебе не понравится, прикольно же будет воспоминание. Я еще подумал, в тему таксидермии, я бы хотел, чтобы мое тело еще прям сильно набили, чтобы у меня мышцы такие были, я огромный член. Ну видно, что прям член у тебя растянут. А точно это изначальный Васин член? И волосы. Чему он уже полупрозрачный. Вы сильно растянули в нем кожу. Попилки видно прям. Я прям в газету внутри. Я читаю, кстати, это комсомольская правда. И волосы. Татуировка у Васи на члене. И волосы не твои, а прям очень красивые волосы. Потрясающие волосы. Это точно человеческие волосы, потому что это прям грива. Как у Леонида Агутина. Прям потрясающе. Блин, мне приговорили, что Вася завещал, типа, таксидермистом. Но с апгрейдами. Нет, свое тело завещал, и люди такие, блин, мы не можем это исполнить. Давайте просто убьем Тарзана. И натянем ему лицо вазе. И натянем лицо вазе. Поначалу они танцуют, а потом он прям начинает жестко к ней приставать. И прям ее прижимает. И она такая, нет, нет, нет. И они падают оба. Она пытается уползти, и он сзади лечит. Чувак, он Тарзан, он дикий. Он в жолках. Да, он в названии все обозначил. Этот чувак, который вырос с обезьянами. Чего вы от него ожидаете? Потом он насрал себе в руку и стал кидаться какашкой. Это трагедия человека. Я видел репортаж, где ученые научили гориллу языку жестов. И для меня это выглядело так, будто они научили гориллу языку жестов, чтобы показать ей, как хуево быть гориллой. Они потому что... Я даже шутить пытался. Они реально показывали ей наш мир. Красивое платье. Они показывают девочку в красивом платье. Они такие, типа, смотри, мы носим красивое платье. А, а ты горилла? Ты не можешь, да? Машины, мы можем в машинах ездить. Ты можешь... А, извини, я забыл, что ты горилла. Ты, конечно, не можешь с нами, в наших красивых машинах, с нашими платьями. Вы знали, что это горилла? Когда умер Робин Уильямс, она была знакома с Робином Уильямсом. Когда умер Робин Уильямс, она сказала, что ей грустно. Обезьяна очень умная, оказывается. Это разве не прикольно? Есть около люди. Мы такие, ну, это не люди. А они около люди. То есть они почти люди. Да, то, что они умеют общаться с нами даже, вот это никакие... Да, это стрёмная вообще херня, что они при этом в клетках. Мы такие, скажи, свобода. Вот этот знак обозначает свободу. Свобода. Про самоубийство я думал недавно. Что? Что? Отличная тема. Про самоубийство? Да, да, да. Что часто самоубийство, оно совершается импульсивно, в какой-то очень плохой момент жизни, когда все плохо. Вот. Но это очень иррационально, в том плане, что если это самый худший момент твоей жизни, дальше точно же все будет лучше. То есть рациональнее убивать себя в лучший момент твоей жизни. Когда ты на пике. Когда ты понимаешь, что все, это лучше вообще не будет. Вот это самый лучший момент покончить с собой. Когда все. Вообще я думал, что бывают вообще рациональные самоубийства. Наверняка можно такое сделать. Например, когда это прямо единственный выход. Знаешь? Когда это расчет прямо на бумаге. Когда ты в какой-то момент сидишь и такой... Дорогая, я понял, как решить все наши проблемы. У меня есть решение, мы выберемся из этого дерьма. Убей себя. Мы все просто убьем. Надо просто убить нас и наших детей и все. Очень плохо для этой ситуации. Типа, если убивать себя на пике. Есть же люди, которые типа, да мне в жизни немного надо. Человек такой происходит, вы выиграли суши по репосту. Лучше уже не будет. Охренеть, две вилки в дошираке. Воу! Он выиграл суши и не знал, что ему еще в подарок дополнительный набор привезут. Да, да, да. Надо было после этого еще, чтобы он убил себя. Мне кажется, что люди убивают себя никогда у них, а не на самом дне. А прикол-то в том, что они убивают себя, потому что они думают, что все уже лучше не будет. То, что это постоянный спуск на дно. А что это постоянный спуск на дно до конца? И мне, знаешь, кажется, что это тоже не лучший момент, чтобы убить себя. Потому что чисто из интереса. Мне было бы интересно посмотреть, если это не дно, то что там еще хуже? Что еще может быть хуже, чем это сейчас? Как очень бы сильно изменилась, мне кажется, вообще жизнь, если бы мы четко понимали, допустим, ну вот ты сейчас живешь, тебе хорошо, и ты такой, это еще не предел. Это, допустим, 75% твоего вау в жизни. Как термометр, знаешь, ноль от нуля минус и плюс. Это именно самоубийство, что всегда что-то может быть хуже и всегда что-то может быть лучше. И поэтому в этом непонятно, где эта точка. Сложно выбрать нужный момент для самоубийства. Да, да, очень сложно. А так это логично, кстати, смотри. Мне кажется, самоубийство в целом, ты видишь, это когда достигнешь дно, ну типа, когда уже все плохо, но что может быть хуже смерти тебя? Ты сам это дно, ты сам прыгаешь на это дно. Ну, есть вещи хуже, чем смерть. Самоубийство доказывают то, что есть вещи хуже, чем смерть. Когда люди такие, ну это опция, в принципе. Интересен момент именно рационального самоубийства, типа, когда это понятное решение. Когда ты такой, ну это, я не могу так не сделать. А вообще, почему это должно быть так? Какая ситуация, когда тебе нужно убить себя? Какой смысл это? Чтобы выиграть спор. Спор, я убью себя. По сути, наверное, ну чисто теоретически, всегда есть малейший шанс, что твоя жизнь будет лучше. И какой смысл тогда? Всегда есть шанс, что будет лучше, да? Всегда есть шанс. Как будто никогда нет рационального смысла убивать себя. Точно, потому что ты как минимум можешь досмотреть. Тебя вот в игре, если убивают, и ты дальше играть сможешь, ты там спектатор. Ты такой, я посмотрю. Ну давайте, бегайте. Вот кто ты, по сути, пока ты уже дедушка. Ты просто такой, бегайте. Прикольно. Тебе только камеры переключать не можешь, чтобы чужими глазами смотреть. Это смешно, мне кажется. Да, потому что, по сути, если смысл жизни в том, чтобы хорошо жить, то все старики должны убить себя. Но старики живы, потому что они просто досматривают жизнь. Досматривают, да. Они как вот эти люди в кинотеатре, когда показывают эти дополнительные сцены, и они встают у выхода, такие уже одетые, с этими свёдрами. Василий говорил, что когда ты, типа, убиваешь себя, это рационально. Рациональное убийство. Да, когда нет смысла убивать себя на дне, потому что будет лучше, есть смысл убивать себя на пике. Да, но смысл, да, в этом-то и прикол, что всегда есть непонятно, где твой пик. Какой может быть пик у тебя в жизни? Ты стал президентом? Отлично. Ну, а какой пик в обществе? Просто прикольный посыл сейчас такой. Ты президент. Очередной раз. Да, допустим, вот ты снова, тебе удалось снова всех обхитрить, и ты, допустим, ну, в какой-нибудь четвёртый раз там президент, допустим. Ну, куда дальше? Наверное, стоит убить себя? Наверное. Так что да, понятно, где твой пик, но когда всё плохо, всё равно есть шанс, что будет лучше. Да, и причём, если тебе может казаться, что это твой пик, ты можешь ошибаться всегда. Есть тоже такая вероятность. То есть, возможно, это такой, ой, это мой лучший момент в жизни, ты, возможно, ошибаешься. Всегда есть такая вероятность. А может быть, подумаем, какие-то есть, но вот чтобы было понятно. Как понять, что тебе, скорее всего, надо убить себя? Какие критерии того, что пора бы себя убить? Когда ты каждый день испытываешь нестерпимую боль. Физически? Да. Вот, да, где-то в Канаде, по-моему, официально же узаконили эвтаназию, да, и там женщина больная раком. Мы говорим об этом, что всегда есть шанс, что жизнь станет лучше. А вы бы могли сказать в лицо эту фразу этой женщине, которая испытывает каждый день нестерпимую боль и хочет сделать эвтаназию? Могли бы подойти к ней и сказать, эй, ну ты чего? Всегда есть шанс, все проблемы вот здесь. Мне кажется, еще знаешь, в чем проблема? А у нее опухоль в голове. Он говорит, я знаю, я знаю, все проблемы, одна большая растет. Я такой, блин, ты просто грустный кусок говна. Ты просто мыслишь негативно, вот опухоль растет. Мне еще кажется, проблема в чем в эвтаназии, что людям кажется, что человек, который делает эту эвтаназию, все-таки немного получает удовольствие от убийства. Все такие, типа, что, типа, он убивает? Типа, он сейчас убьет человека и мы отпустим его домой? Да-да-да, типа того. Типа, есть всегда чувство, что он обманывает всех. В профессиях убийца. Что он такой, я помогаю. Да, хочется представлять, что он... Все должны очень счастливо вот так на него смотреть, знаешь, вот так вот прям. Чтобы он не дернулся. Чтобы он не дернулся. Он обнулся, пидорас. И он лоббирует еще всякие эти идеи, типа, а вы реально думаете, что это мы должны ограничиваться чисто шприцами? Не, я просто рад, что помог ему. Вы могли бы, когда делаете эвтаназию, не мастурбировать при этом, пожалуйста? Господи, Боже мой. Было бы тупо, если бы эвтаназия была не вот так, типа, гуманно, типа, а вот он прям, ну, сложился рядом с человеком и ломал шею. Знаете, как бы... Я поступил в лицо очень долго. Блин, да, хорошо, что нам повезло. Эвтаназия, я думаю, что поэтому эвтаназия и появилась в наше время, потому что у нас появились безболезненные способы убить человека. В одиннадцатом веке сложно представить эвтаназию. Человек болеет и такой, я подписываю документ, можете меня убить. И находит чувак с кувалдой, просто бьет его по этому голову. Потому что умирать вообще отстойно, именно вот процесс сам. Именно действие вот это, что ты умираешь. Сама смерть как будто бы, типа, она же происходит и все. Ну, то есть, и это, мне кажется, самое лучшее, когда ты не понял, что произошло. А именно вот этот процесс, когда ты такой... Вот так вот, просто дни напролет. Что там с Васей? Он умирает. И он, честно говоря, заебал. Процесс умирания — это такая хуйня. Так, ну что ж, это наша... У нас это обычный знак о том, что время шоу подошло к концу. А что ты хочешь какое-то финальное слово сказать? Нет. А ты хочешь что-то? Да, есть. Давай. Круто, да.